добрый вечер уважаемые телезрители как всегда по пятницам наше совместное к интервью с игорем покровским все больше все равно естественно игорь николаевич мы сегодня будем обсуждать ряд злободневных тем но я хотел бы чтобы мы нашу передачу начали с достаточно трагической темы напомню что на этой неделе произошла трагедия в москве когда известный артист сын известного режиссера михаил ефремов попал в дтп который собственно он сам спровоцировал в результате этого дтп умер человек и безусловно это личная трагедия михаила ефремова но ту реакцию которую мы увидели в медиа российских и вообще у такой прогрессивной общественности она тоже удручает объясню почему понятно ситуация на не предполагает таких откровенных слов поддержки в адрес господина ефремова поскольку он виновен в смерти человека но когда вот эту трагедию ефрема выкручивает как некий знак и демонстрацию того что вот смотрите прогрессивный либерал сбивает человека вот а то этих российских либерал это говорит вот как по мне это дополнительный знак не здоровья российского общества вот как вы это восприняли ну давайте так это трагедия трагедия которая коснулась действительно двух человек сегодня но я не говорю о семье погибшего но и семью естественно ефрем но давайте сразу поставим точкой над и это преступление это преступление которому он явно совершенно к сожалению шел она могла конечно быть или не быть но при этом при всем он был близок к тому что что-то должно трагическое случиться он все время пил это правда он пил и выходил на сцену совершенно нетрезвым и это тоже правда в данном случае добавились еще и наркотики которые то ли под ему подсыпали то ли он сам их принимал трудно сказать там сейчас открыто по моему второе уголовное дело по поводу именно наркотического воздействия но мне кажется что общество которое пытается осудить или его осудит суд его достаточно будет жестко в этом мало кто сомневается это будет достаточно жесткий приговор но это же следствие это следствие пьющего общества ведь всем окружающим его менеджерам продюсерам коллегам это все нравилось в какой-то мере они с этим не боролись они к этому относились достаточно толерантно можно так сказать даже поглаживая его по головке как бы как большого ребенка ему прощалось все талант да несомненно но вот в связи с этим все прощением к сожалению это и пришло к той трагедии которая и произошла мне кажется что вина здесь должна лечь я понимаю вот все что касается закона приговора должна наличие естественно на основного виновника но моральная вина тут несомненно лежит на театральной музыкальной дружеской и тому подобных общественность которые его окружали и которые его прощали за вот эти маленькие казалось бы слабости которые практически постоянно заканчивались тем что он садился то ли пьяным за руль то ли не очень трезвым мягко говоря за руль выходил пьяным на сцену так далее ему все это прощалось никто его не осуждал никто не говорил может родной мой еще одна один такой поступок мы тебя уволим из театра или наоборот соберем коллективе будем обсуждать так далее то есть никакого давления на него не было поэтому это и привело к этой трагедии знаете вот я напомню что михаил ефремов когда-то реализовывал проект гражданин поэт совместно с дмитрием быковым то есть на фактически на стихи дмитрия быкова этот проект продюсировал первый главный редактор журнала коммерсанты андрей васильев и там ефремов был достаточно как бы критичен по отношению к власти и говорил это как бы выступал на злобу дня и когда сейчас российская государственная пропаганда преподносит этот случай да вот как как некое доказательство да вот несостоятельности либерализма и поставить некий моральный выбор для общества мол если прогрессивное общество если он ваш и он убил человека так что же вы будете защищать то почему вы защищаете значит он тогда должен сесть тюрьму вот как вы считаете а должны быть в таких ситуациях а вот какие-то поблажки в сторону человека общественно значимого артиста но который совершил преступление я не трудно ответить на этот вопрос вот действительно трудно с точки зрения человека который любит театр который понимает значение в театральной жизни русскоязычного театра миши ефремова я прекрасно понимаю что это звезда что это замечательный актер что это один из ну будем так говорить самых 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 способных талантливых актеров российского театра а все что связано с тем что к этому добавляется его какие-то творческие политические идеологические работы это все немножко искусственно я понимаю прекрасно что здесь как одна часть общества так и другая часть общества занимается тем что ищет какие-то возможности для того что политизацию до политизировать эту ситуацию на самом деле как мне кажется она не такая уж политическая она более нравственная она противозаконно в общем она совершенно имеет другой окрас и если говорить о каких-то вещах связанных с его местом в театральной жизни и в публицистической жизни это одно а то что произошло это совершенно другое игорь николаевич переходим к следующей теме как говорил лев николаевич толстой системе счастливы и одинаково каждая семья несчастлива по-своему так вот политическая семья владимир зеленский андрей богдан которая собственно вот этот политический тандем находился у власти в течение нескольких месяцев даже около полугода потом андрей богдан был отправлен в отставку назначен руководителем офиса был андрей ермак мы не получили тогда в разумительных объяснений почему богдан ушел а ермак занял его место но сейчас в последнем интервью который дал владимир зеленский украинской правде а владимир зеленский фактически достаточно если не некорректно то так вот там слегка надмена высказался в адрес и господина богдана и говоря о его как бы назойливой позиции да и и собственно по непредсказуемости и собственном желании продвигать себя вместо других людей богдан отреагировал скажу что он знает достаточно много о президенте и там около президентских делах он это конечно говорить не будет но вот мол он не доволен словами президента как вы считаете что за черная кошка пробежала между богданом и зеленским я могу только сказать что это черная кошка это скорее всего окружение зеленского во всяком случае кто-то из окружения зеленского все знают прекрасно что богдан был одним из самых близких людей к президенту и собственно говоря одним из первых решений президента после его инаугурации было назначение богдана тогда было много слухов что это человека ломойского юрист коломойского так далее там потом сейчас это вся ситуация говорит по моему только об одном что владимир ленский сегодня неопытный политик то выносить ссор из избы далеко не всегда надо особенно из избы которая находится на банковой поэтому мне кажется что вот подобные вещи они работают против президента это делать ни в коей мере не нужно свои кадровые вопросы он оставляет при себе если это не публичное нарушение закона кем-то из его окружения а мы знаем что сейчас достаточно много всяких всякой информации о том что вокруг него этот закон нарушается другими людьми не богдана может быть и богдан где-то нарушил но во всяком случае на об этом не было никакой информации и подобная ситуация работает как против президента так и против украины этого дела не кача не связываете ли вы слова президента зеленского об андрея богдана и с тем что очевидно моно большинство существующие на бумаге в реальности не существуют конфликты в партии явно есть группа таких вот обузатеров которые выступают против линии офиса президента и линии самого президента и не думаете ли вы что президент может связывать вот вот эти вот вот эту вот франду как раз андреем богданом либо кто-то нашептывает президенту что виновником этой франды в партии президента которая пришла под брендом владимира зеленского является андрей богдан понимаете мы вот сейчас вы говорите и собственно говоря вы говорите об интригах вы говорите об интригах а в чистом виде интригах и то что эти интриги можно предполагать что эти интриги могут в конце концов действительно осуществиться то есть реализоваться да это уже одно говорит о том что не далеко не все в порядке значит что значит не все в порядке а это то что в принципе сегодня мода большинство или менее большинство это все те структуры верховном совете в правительстве которые должны работать достаточно монолитно особенно в той ситуации которая сегодня складывается в стране она всегда складывалась плохо должен вам заметить но при этом при всем раздрай играет еще более негативную роль чем даже ошибки которые может сообщить все вместе ему на большинство в полном согласии но раздрай это самое страшное и мне кажется здесь опять же повторяю вернувшись к владимир александрович зеленский проявляет себя как наверное лидер ну будем говорить такой творческой структуры где у театра да но с другой стороны в театре всегда существует интриги театре в любом театре всегда существует интриги на низком уровне на среднем уровне на высоком уровне всегда существует это нормально для театра но это совершенно не нормально для политиков которые занимаются судьбой страны но с другой стороны украинская политика давно зарекомендовала себя лучших театральных традициях игорь николаевич давайте придем к следующей теме коронавирус и за последние несколько дней мы видим рост числа заболевших в стране мы в примерно полтора два раза и вроде бы цифры они относительно небольшие там 600 800 человек еженевно когда мы складываем по когда мы складываем эту цифру а тем более пытаемся спрогнозировать что будет если этот рост будет продолжаться мы выходим на достаточно там серьезную цифру который уже может угрожать общественному здоровью здоровье нации у меня к вам следующий вопрос как вы считаете не преждевременно ли украина и украинские города вышли из карантина и на ваш взгляд все-таки проблема коронавируса реальная проблема либо это проблема которая как бы притянута за уши и теперь люди пребывая а в таком анабиозном состоянии не следят за ростом этих цифр которые безусловно и кажется демонстрируют вроде бы как рост числа заболевших но если мы сравним с числом заболевших там гриппом другие какие-то заливаю заболевания мы увидим что ежегодно люди болеют этими заболеваниями при этом никто не считает число заболевших буквально до единицы ну во первых себя не успокаивайте вот что любят говорят говорить журналисты политологи экономисты они любят начинать ответ вот на такой вопрос с фразой я же говорил я же предупреждал и действительно каждую пятницу мы заканчивая передачу я всегда предупреждал о том что берегите себя потому что украину все приходится позданием действительно с опозданием и делая какие-то выводы из количества тестирующих тестируемых в украине можно было сразу сказать что это ну жалкий процент от тех людей которые в принципе потенциально могут быть заболевшими потому что тестирование практически не проводилась том количестве в котором проводится в цивилизованных стран даже простите в россии совсем совсем другое количество там это относительно есть москва есть есть население да но при этом при всем у нас тестирование очень мало и действительно по поводу карантина то что его нужно ослаблять это несомненно но в то же время нужно все время настаивать на том что все что касается карантинные меры ослаблять нельзя можно ослаблять какие-то структуры которые подвержены карантину открывать музеи предположим да ради бога я не думаю что в музее сегодня стоит очередь и так далее и тому подобное но не открывать кинотеатры в то же время там где люди сидят буквально друг на друге зачастую ну и так далее и тому подобное это следствие того что действительно с ослаблением карантина в сознании людей да опасность прошла и сегодня вы увидите на улицах в магазинах довольно редко вы увидите людей в маски и или людей которые подходят к данной и глядачи и средством дезинфекции так далее то извините что вас перебиваю но смотрите вы говорите опасность прошла опять же она прошла если мы исходим из а парадигмы того я говорю это люди думают что она прошла на самом деле не не дослушайте что что вот мы исходим из парадигмы что опасность существовала но представьте что мы например с вами в эфир выходим вот и нет никакого коронавируса никто о нем ничего не знает и мы говорим ребята граждане существует коронавирус им уже больны например 600 либо 700 человек но люди послушают но воспримут это если не с ирони но достаточно спокойно поскольку вируса в принципе много но когда сознательно и на мировом уровне у нас стране еще нескольких месяцев нагнеталась история с коронавирусом естественно любая флук то любая флуктуация с цифрами их рост либо снижение воспринимается в онлайн режиме и все и всех будоражит резкий рост цифр но я же повторяю что это связано как я уже сказал с тем что у нас очень мало людей которые проходили тестирование и думаю что гораздо больше людей на самом деле болели этой болезнью и ну может быть дай то бог что благополучно ею переболели с одной стороны с другой стороны они судя по всему были все-таки разносчиками этой инфекции и эта инфекция потихоньку начала распространяться как вы знаете сегодня пришло сообщение информация что коронавирусом заболела супруга президента елена зеленская я надеюсь что наши средства массовой информации и интернет как-то уберегут эту симпатичную женщину от злорадства по этому поводу то что она заболела это очень плохо это очень печально но это говорит о том что видите в никто не застрахован и это еще одно предупреждение того что дорогие мои обязательно ведите себя так как будто бы сегодня это пандемия или это этот коронавирус еще не только угрожает но и развивается потому что мозг сегодня наше министерство сообщило что возможно вторая второй этап второй этап пандемии коронавируса в украине поверьте мне еще первый далеко не закончился николай переходим к следующей теме ситуация вокруг экс-президента 5 президента украины господина порошенко его постоянно дергают вызывают в государственное бюро расследований и вы это если вы вот этот весь процесс воспринимаете как а некую реальную позицию государства и власти по наказыванию тех правонарушений которые возможно были совершены и порошенко либо это очко втирательство которое делает власть поскольку люди требуют чтобы было правосудие над экс-президентом с одной стороны с другой президент зеленский время дебатов год назад на олимпийском заявил порошенко что он его приговор так вот вы думаете это реальное преследование порошенко и реальное разбирательство и домоклов меч правосудия когда же гениальный ход зеленского или его команды и трудно сказать когда были сказаны эти слова я вашу нет я ваш уговор да и тогда это пошло в народ и но тогда все и я надеюсь все и в том числе я воспринимал это совершенно как некий идеологический посыл морально идеологический посыл ни в коей мере не буквальном смысле как выяснилось сейчас это вобрело некая буквальный смысл уж то довольно печально должен сказать хотя бы уже потому что в любом случае как бы ни было если бы если есть какие-то действительно серьезные уголовные экономические нарушения финансовые нарушения то их нужно подготовить доказать и действительно убедить людей народ украины в том что это правда это справедливо и это требует рассмотрения и естественно какого-то наказание если она не нужно быть в суде игре но пока что это практически больше похоже на неподготовленные и зачастую просто огульные обвинения не говоря уже о том что в любом случае как бы то ни было для мировой общественности для мировой истеблишмент для мирового руководства европейских стран и мире америки само появление вот этой вот вот этой ситуации она не вызывает симпатий и вот об этом я хотел как не с вами поговорить узнаете нас в стране появился абсолютно не конституционный орган некий такой свет старейшин состоящий из послов европейского союза соединенных штатов америки ряд других государств я естественно убежденный сторонник евроатлантического курса нашей страны при этом я не понимаю когда наши политики апеллируют к послам в процессе защиты их собственных интересов и почему вообще послы иностранных государств должны давать свои рекомендации либо там иностранные политики такие как васневский например должны давать свои рекомендации украинским правоохранительным органам либо другим институтом власти мы же независимое суверенное государство нас не должны интересовать не рекомендации из москвы не рекомендации с вашингтона любой брюсселя смотря какие рекомендации если этой рекомендации касается экономики если эти рекомендации касаются каких-то сфер культуры так далее то подобное здесь снимите пшенку если не снимите пшенку не получите кредит да это нам не сидите порошок вообще давайте так давайте сразу поставим точки над и точки над и связаны с тем что мы получаем кредит сейчас процессе 5 миллионов долларов миллиардов долларов 5 миллиардов в течение какого-то времени первый транш это по моему 2 и 1 десятых миллиарда долларов понятно что нищие вот сразу возникает впечатление то для людей которые понимают что это не миллиарды для такой страны это не серьезные деньги вот совершенно не серьезно это не спасает страну это ну то что ее загоняет долги это всем понятно но это точно не помогает ей не вылезти из долгов не решить во всяком случае кардинально какие-то проблемы никаких проблем кардинально решить невозможно за эти деньги я приведу пример германия выделила 1 миллиард евро на поддержку искусства время пандемии то есть художником композитором там исполнителям так далее им выплачивают деньги 1 миллиард евро это примерно 1 и 1 десятый миллиарда долларов то есть половина того что украина будет ждет на сегодняшний день это половина той суммы которая украина должна получить ближайшее время 2 и 1 десятого всего программа всего программа на 5 но это программа а в первый это половина значит ну представьте себе для небольшой сравнительно небольшой группы людей где-то в несколько десятков может быть сотню тысяч немцев которые занимаются культурой искусством выйдем на 1 миллиард там с чем-то долларов а для страны в насчитывающей 40 миллионов человек да мы получаем 2 миллиарда практически более того из них наверно нужно будет кое-что отдать за те долги которые до проценты которые займы которые мы брали таким образом мы говорим совершенно двух разных вещах и вот этот эйфория по поводу получения этих денег она совершенно напрасно потому что это знаете это больной принял лекарство все было замечательно но к сожалению игорь николаевич но вот я говорю немножко другому смотрите например я прихожу к вам я прошу у вас деньги в долг и вы вместо того чтобы оговаривать ценой когда я планирую эти деньги вернуть вам обратно вы мне даете рекомендации как простите мне ужинать с моей супругой но вот примерно вы понимаете да какое отношение кредит мвф имеет к указу это точнее рекомендациям которые получают на самая самая прямая потому что эти кредиты отношения к этим моему долгу перед вами имеет наш самое прямое самое прямое потому что мвф дает деньги в кредит в связи с тем что эти деньги должны контролироваться контролироваться и те обязательства которые взяла украина на себя по принятию законов там например о земле и так далее и тому подобное образование децентрализации и тому подобное должна выполнить над смотрщиками над этими действиями являются послы которые приходят и если я имею ввиду собираются и обсуждают что же они в результате сегодня проконтролировали судя по всему или рекоменд выдают рекомендации по которым мы должны двигаться дальше найти то что они не безумно заинтересованы в том чтобы украина была процветающей страной во всяком случае точно не все это несомненно есть и грегач правильно ли я вас понимаю что вот этот институт смотрящих который был таким модным во времена господина януковича когда над каждой областью был смотрящий непосредственно от президента януковича мы воспринимали критически когда над всей нашей страной есть смотрящие из-за европейского союза либо соединенных штатов америки мы это нормально воспринимаем но мы инфантильны мы не знаем какие реформы проводить вульгарно сравнили конечно абсолютно не вульгарно потому что смотрящими были бандиты а здесь европейские дипломаты все-таки не надо сравнивать прямо с кем-то может быть разница в неком такому лоске в слове в словесном запасе и в сама презентация все остальное одно и то же в модели поведения отношения одно и то же нет ни одно и то же ни одно и то же потому что смотрящие брега на ковича бандиты зарабатывали деньги для на ковича для себя или своих структур европейские дипломаты следят за тем как эти европейские деньги тратятся хорошо и это заменять каким каким образом тогда сын кандидата от демократической партии господина байдена очутился в наблюдательном свете одной коммерческой структуры получал там баснословные деньги при этом господин байден сам вел какие-то переговоры с господина порошенко и соответствующие аудиозаписи где есть как бы и голоса были опубликованы то есть чем же тогда отличие и здесь речь о деньгах и там речь была деньгах чем вы привели так сказать пример примитивной коррупции эту примитивную коррупцию если действительно насуществовала и господин байден я имею ввиду сын был получал какие-то большие деньги будучи во главе какой-то фирмы если эта фирма в результате эти деньги незаконно получала выводила из страны то господин порошенко и господин байден это та ситуация при которой мы вынуждены будем дать информацию о незаконной а может быть проблема семья байдена в украине может быть проблема шею отдела не в байдене а дело в том что у нас за прошедшие годы образовалась новая таска новый центр силы давляющий над страной следа этого украина находилась меже двух одни огней с одной стороны российской федерации с другой западным миром стоп миша подскажите пожалуйста что вы хотите вот и гринка сейчас вы услышите россия начала военную агрессию по отношению к стране вычислить я лавала к вы говорите подождите вы сейчас потеряла влияние потеряла влияние над украиной теперь в отсутствие россии у нас мы по-прежнему сохраняем над собой влияние на уже со стороны вашингтона и брюсселя и происходит те же самые истории те же самые заходы как были со стороны российской федерации над нами нами манипулируют над нами стоят влияют и так далее чем объясните мне 5 миллиардов от мвф и от европейского союза а гранты отличаются от 5 миллиардов долларов которые янукович просили мне пожалуйста михаил кац да когда вас будем такой привлекает работе с той или другой политической силой или стен или другим политическим лидер вы работаете бесплатно ну и гринка естественно нет нет значит в данном случае скажите пожалуйста кто из мировом сообществе может нам оказать финансовую серьезную поддержку в том в той ситуации в которой мы пребываем гринка а зачем нам в принципе вот вот эта поддержка почему мы постоянно живем от одной подачки в другой какие у вас предложения по поводу возрождения промышленности сельского хозяйства сегодня находится в очень не очень хорошем положении гринка которая всегда была очень хорошо же более того у меня нет никаких предложений знаете почему потому что скромный политолог которая не рассуждает о предметной сфере а говорит об отношениях потому что если отношения в государственной системе выстраиваться тогда все ответственны за предметную деятельность они понимают что нужно делать вы хотите чтобы я вам представил сейчас программу по реформированию всей украинской экономики нет я хочу мы же бы хочу только спросить вас где вы возьмете средства на то чтобы страна жила и глинка так и не должен предлагать и Вы не должны предлагать и��도 заниматься правительца правительство Правительство этим занимается тем, что оно взяло займ у МВФ. Просто поймите, Игорь Николаевич, я за суверенную, независимую Украину, которая не живет под диктат какого-либо государства. И все. Это демагогия. Это не демагогия. Это демагогия. Потому что как вы можете выжить, если у вас нет денег. Вы нищий. У вас ничего нет. Вы, да, вы будете героически голодать. Вы будете героически болеть. Вы будете героически умирать. Замечательно. Игорь Николаевич, может быть перед тем, как идти просить деньги у соседа, может быть стоит задуматься о собственной жизни и как ее изменить, он же потом просит. Ни черта подобная. То есть лучше просить деньги, переодалживать и так далее, правильно? Нет. Дело как раз в другом. Дело в том, что мы просили деньги. Мы получали деньги. Мы же от России получили 3 миллиарда перед уходом Януковича. Тоже в долг. По-моему до сих пор. И взамен Янукович отказался до соглашения об ассоциации. Ну во всяком случае, да, взамен отказался, но по-моему не отдавали деньги. Да. Мы проедали всегда эти деньги. Мы их проедали. Вместо того, чтобы действительно попытаться выстраивать программу восстановления той или другой отрасли, вкладывать деньги в какие-то конкретные бизнесы и так далее и тому подобное, мы их проедали, прокрадали и проедали. Но больше прокрадали. Значит, поэтому ситуация и пришла к нулю. Вот об этом нуле я и говорю. Потому что сегодня мы не в состоянии, к величайшему сожалению, самостоятельно, по большому счету, выжить. Даже по мелкому счету. Вы заметьте, что вся оппозиция, ОПЗЖ, там все, все, настаивают на увеличении пенсии. На каких-то социальных гарантиях. Не, ну это стандартная мантра. Значит, все как один. Увеличение. Они хотят оголить экономику окончательно. Для них важно, чтобы экономика не просто легла, чтобы она просто исчезла. Игорь Николаевич, так оппозиция всегда требует повышения стандарта? Возможно. Возможно, всегда требует. Если это в стране, в Германии, где есть бюджет, который может себе позволить дать один миллиард на искусство, это другая песня. У них есть запасы. А у нас их просто нет. Поэтому у нас это, у нас мыши съели 27 тысяч тонн пшеницы, да, зерна. Мыши съели. Поэтому вот при этом, это пример фантастический вообще. Поэтому сегодня ситуация... Так если вы знаете об этом примере, если мы говорим о коррупции на таможне и так далее, и так далее, и так далее. Почему же вместо того, чтобы устранить эту коррупцию, минимизировать ее, мы просим деньги ОМВФ? Что значит минимизировать ее? А что, минимизация коррупции на таможне поднимет страну? Ни в коем. Нет, Игорь Николаевич, просто коррупция существует везде. Даже в Европе, Соединенных Штатов Америки. Другое дело, что она существует, скажем, она пребывает, ну, если не в латентном состоянии, то точно не в таком, как в Украине, где коррупция просто, ну... Дорогой мой, вы политолог, вы должны понимать, что в стране, чем более бедная, чем нищая, нищей страна будет, нищая страна, тем больше играет в азартные игры всякие, лото, и так далее, и тому подобное. Ну, Игорь Николаевич, подождите, но коррупция есть и в богатых странах. Минутку, я говорю об этом. Коррупция в богатых странах, несомненно, есть, она просто не так видна, как в нищей стране. Да, потому что пирог такой большой, что можно проедать и проедать. Несомненно, с одной стороны. С другой стороны, там существуют, несомненно, законы, которые позволяют с коррупцией бороться, и, извините меня, это начинается от малого. Если сегодня в Соединенных Штатах существуют там события, связанные с Флойдом, да, с этим человеком, которого там задушили, но при этом, при всем, там, пол Америки поднялась в защиту, а пол Америки, там, республиканские штаты как-то более не менее спокойны. И ситуация неоднозначная, прямо скажем, она даже, кто-то считает ее чуть ли не революционной, хотя на самом деле вряд ли это случится, но при этом, при всем, она достаточно жесткая и жестокая, я бы даже сказал. Если мы говорим о стране, в которой все было более чем благополучно, прямо скажем, богатой стране, в нашей стране несколько все по-другому, и, может быть, это и благо в какой-то мере, потому что, ну, нечего делить, по большому счету. Но вот то, о чем вы говорите, борьба с коррупцией, это уже так набило такой, такой мозоль. Точно так же, как транши МВФ. Мы постоянно слышим о траншах МВФ. Точно так же, но транши МВФ, это все-таки, если им нормально распорядиться, то это все-таки какое-то движение может быть. Какое движение, Игорь Николаевич? Это транши МВФ идет на рефинансирование долга перед МВФ, вы сами это сказали. Нет, это частично. Это с одной стороны. А с другой стороны, понятно. А частично на ГКО? Ну, сегодня у нас ситуация, во-первых, с пандемией, во-вторых, например, сегодня нам нужно явно совершенно найти средства для того, чтобы помогать сельскому хозяйству, которое находится в ужасном засухе. И вы знаете, и южные районы Одесской области, и центральные районы Одесской области, они очень пострадали от засухи, и действительно урожая не будет в этом году. И фермеры, один из них даже покончил самоубийцам. Поэтому нужно решать вопросы выживания сейчас, да, понятно, с одной стороны. А с другой стороны, конечно, те деньги, которые придут, их надо хоть часть из них, хоть часть из них использовать для того, чтобы запустить хоть какое-то производство. Вы знаете, что Оборонпром за последние годы не выпустил ни одного самолета. Вот тот самый Укроборонпром, который в течение многих лет получает достаточно большие деньги из бюджета. Игорь Николаевич, вот у нас уже заканчивается передача. Я должна была уже. Единственное, что я хочу сказать, что эффективность дипломатии государства демонстрируется невозможностью получить транш со стороны Международного валютного фонда. То есть фактически кредит. А возможностью пролоббировать интересы страны, государственные предприятия страны, частного бизнеса страны, подписание соглашений о создании зон свободной торговли, вступление в таможенные союзы разное. Например, интеграция Украины в таможенную систему Европейского союза. Либо лоббирование интересов Украины в переговорах с Европейским союзом по расширению квот на украинское зерно, на другие группы товаров, которые объективно не отвечают интересам нашей страны, но которые Украина подписала 6 лет назад в взаимоотношении с Европейским союзом. Вот этими действиями как раз бы демонстрировалась эффективность украинской дипломатии, а не транш МВФ. Спасибо большое, Игорь Николаевич, за эту передачу. Спасибо, Иван. Уважаемые телевизорители, спасибо, что были с нами. Да, по поводу коронавируса. Берегите себя. Берегите себя и через неделю увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова